Гулька 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 а он в пакете будет черным нет белым это дом престарелых когда я служил в армии слышите они рассказываю когда я служил в армии подмосковье чехове у нас солдат часто отправляли в соседнюю деревню помогать рыть могилы это была зима минус 20 нас отправили будет там бабулечки у него мир дедушка вот и значит мы пришли от нас как в деревнях есть холодная комната как она ледяная или холодная а не погреб это погреб а это комната которая не отапливаемая всегда есть в деревнях вот и значит на солдат попросили помочь положить его в гроб все по полной программе было молодым пофигу и мы дать прихом он лежит вот в этой комнате на лавочке одетый правда слава богу а тут еще был бы раздетым пишется естественно нужно застывший там уже просто я не знаю там лед мало то что холодно так он еще сам по себе и нам нужно было положить поднять его и положить в гроб он был нереально больших размеров он был с животом и у него локти вот они лежат вот так вот да вот как то так они у у него были в общем когда мы положили его в гроб у него по локти оказались на вот набор как это бордюры крышки на бортах да вот этого гроба это пол беды нам надо закрыть его крышкой чтобы как-то по через всю деревню пронести там значит это обычный папа к идешь вся деревня за тобой шлифы о чем нам делать надо было мы этой крышкой должны были закрыть его закрываем крышкой мало того же подлокотники вот эти мешают подлокотники машине так у него же вот такой крышкой сходится и крышку так вот шатается на животе мы привязали веревками на сане и всю и через всю деревню пока мы шли вот это вот везли эти сани и вся деревня шлейфом за нами прицепилась привезли на кладбище давай его значит в общем уже все там эти ритуальные дела поделались и поплакали холодно же если они постоянно подъявляют попоминают чтобы не замерзнуть то вообще мы его давай носит вниз а он не влазит могила маленькая а могилу нас отправляли копать там за двое трое суток сначала живешь костры чтобы растопить земля земля вот и в общем мы нет для того чтобы начать вообще копать нужно же верхний слой даже лед все заморожено и мы топили костры растопили а внутри там уже нормальная земля через сколько метров 30-40 лет назад маленькая по размеру не подошла просто в гроб не влазил а по длине по длине маль и мы его поставили значит родственники выпивают все хорошо поминают там все уже все наклюкались а мы долбить этот лед блин это был жесть вообще конечно ну да и хочешь зашел к и как похоронили все засыпали за это тут же все раз остались никого не осталось мы одни такие солдаты но и мы в часть пошли вот такая вот история давид кто какая именно из них они обе хорошо давид вы уезжаем домой или ждем но мы поедем мы на лево и поедем на мазах да очень слева симпатичная очень очень не очень-очень некрасивые глаза шахри за да поехали налево сейчас мы блин прикольно вот у вас здесь есть плюс такой что у вас не смотрят на машину там да то есть как бы нет вот это вот то есть но там обеспеченный чек может ехать на маленьком максим если ты видел в чем ездит мой главврач отделения самый высокий моей клинике 45 лет он одет как вот этот мужчина обыкновенно на самом деле на самом деле вот где ты видишь на бизнес что это трупы там дэйф и пэфи пэфи это фирма которая за я же заказ нам они приезжают за моим пациентами и вот этой машине есть холодильник длинный да его сразу сапорти ну пока они сейчас они уже вообще спустят выбрали куда и обратно обоедем обратно она цвет зажёгся там в коридоре вот идут реально у нас на 3 титахара прям она не горит не сам там так повезло он уже застыл уже а макс какой ужас господи царство небесное даже на небес они ржут рассказать вам анекдот короче у нас был один дедушка маленький метр пятьдесят он умер а у него катетеры мастер и тут все короче он здесь но я тебе говорю то уже потом это другим этим принимаешь ну и короче о место есть парковка здесь мы не приехали еще приехали вон вот так вы живете возле морга что ли так это дом престарелых на господи а чем тебе здесь лучше и короче ко мне прибегает семья и говорит он по моему умер а мы не медсестры не имеем права говорить даже если мы знаем что он умер семье да он умер пока врач не скажет пока врач не даст сам слова мы сразу вызываем врача врач приходит подтверждает сулиму ли короче готов хорошо с ним сделали это прямо что и что рассказывать чем и его а это цыгане были мы покороче все подготовили тачку что пойти ему от страны а там я не залезу залезть полно место где игорь вот справа между машинами и что и что давай максим мы идем с тачечкой с подругой а у меня такая подружка есть она мне кстати на фейсбуке на фотографии со мной из отделений и а у на и мы идем короче его начинаем а мы всегда с девочками их чуть-чуть моему там лицо помоем чтоб чистые были до пациента и вот они потом заходят все равно его видеть в отделе в комнату и мы идем с тачка его начинаем мыть помыли все его перевернули отделим памперс все ученики тут заходит дочка мы только его повернули голенького и мы и говорим вы можете пожалуйста выйти мы не закончили и она говорит да да то я выйду короче выходит максим а мы всем пациентам старики на его такую есть такая пластмасска треугольная вот сюда что поднять челюсть потому что она падает а у него голова маленькая как вот как моего давидика возьми у которого голова нормальная для его роста давидиком не сравнивать не дай бог не имею ввиду размер головы и короче мы его одели все владели больничную рубашку потому что мы не одеваем в одежду потому что эта организация одевает и короче идем один наш этот где мы сидим чай пьем зал а он смотри мы вот тут середине отделения а его палата вот тут первое начале отделения и в один момент снимаем к нам вот так стучат такой этот а мы думаем где-то реанимация и он говорит они нам год он живой он живой прибегите как живут а вы такие сояга уже она мы наверно какое-то что-то сделали пропустили агода нет чего вы решили что он мертвый то ну врач топады все по ура справедливо и мы как бы не знаю сколько ошибок во франции короче она когда нет невозможно год гузель говорит думала друзья как он получал куда-то нет я прибежала не пошли мы меня перепутала то чистого посмотреть мы бегем и мебель мы бежим в комнату а у него оказывается голова же маленькая а это у нас стандартный размер этой фигни на горло она оказывает у него так вылетела вперед и челюсть упала и они подумали что он живой у тебя уже наверно просто на это иммунитет вообще это жуть конечно это отвратительно вот ты понимаешь и когда люди работают у них такой иммунитет они вообще им пофигу я бы тоже а еще какие-нибудь истории мы потом с тобой сядем с тобой запишем целую не будет называться фильм загробная жизнь а другая дочка в комнате упала в обманок от того что она подумала что ее отец живой и и тоже раз сразу ошейник мы ее не реанимировали здесь же в основном католики да да очень много и все они их он пока никто по моей вере пока и все кримируют здесь мусульманский это дау слышишь по еврейски это это скажи мне пожалуйста это кремирует их всегда здесь во франции очень много а всех стариков они у нас все старые лежат по 90 лет им всем здесь так говорят население очень старая максим во франции очень много стариков и короче и сейчас семьям больше мозги себе не не парят они всех снимают на них потом где складывают эту форму и на вы не хоронят вот его вот такой вот ящички вы делали на земле есть могилу могилу вы знаете как французы в могилах есть они не тренируются копают могилу глубокую вывесись это что-то она не работает как не работает написано не я не пойду никуда закончим загробную нашу жизнь они делают могилу и короче кладут одного семьи закрыли потом другого закрыли его так короче вся семейка рядами штабелями лежать внутри ну по-моему то у нас так тоже делается и платят на 15 лет у нас если 15 лет семья потом не отначивают эти косточки достают и выкидывают напугал знаешь когда про эту загробную жизнь разговариваешь и ты как бомб как это для чего я снимаю для себя что не ты лицо задел и голос изменил да ладно успокойтесь это значит так убить остальное окей зайдут м работа з а Субтитры сделал DimaTorzok